Как я назвала изначально это видео, еще до его съемок, гуляем так туристы, как туристы, так и получилось. Как ты думаешь, почему здесь нет иностранцев? Потому что не дают рекламу на иностранцев. Кто эти люди, которые собрались гулять? А, Дарина? Мандарины. Приветики, пламены, друзья, из Паттайи, наобыкновенно мечтевых, хотела сказать, на канале. Ну, вот и так, знаете, что вы на канале? Выходной и более того, праздничные дни у нас сейчас в Паттайе, в Таиланде. Друзья по-прежнему здесь гуляют как туристы, но и мы сегодня поедем гулять как туристы. Мы как туристы гуляем или как местные? Я как турист. Как турист, да. Мы сегодня тоже будем гулять как туристы, потому что мы едем в парк, обычно мы гуляем там как местные, пользуясь ворк-пермитом и Гришей. Ну, его сегодня нету. Я взяла ваши студенческие, мало ли, скидочку какую-нибудь дадут. Потому что прав у меня тоже нет, я вообще самый лучший человек в Таиланде, у которого не прав, ни хрена нету ничего. Только дети с визами. А мы едем сегодня на такси, потому что папа Гриша у нас поехал в Бангкок к какому-то суперстоматологу. Я уж не знаю, что он там, суперстоматолог, к которому в Бангкок ехать. Но, правда, жизнь их в припереди, Паттайя, курортный городок. И одновременно это ее плюс. Ну, один из критериев, почему на нее пал выбор, что Бангкок столица со всем, что существует на свете, да. А Бангкок рядом. Жить около столицы, это хорошо. На месте и удивительно, но факт, сколько бы мы здесь не гуляли, ага, все равно в Паттайе появляются все новые и новые места, новые и новые локации, для которых мы еще не были. Уведут динозавра, вот, пожалуйста, вам. Действительно, для жизни, вот такое, для проживания с детьми, когда их каждый раз надо водить, удивлять, это немного или намного лучше, чем, на мой взгляд, чем жизнь на островах, где просто есть пальмы, пляж, песок и море. Хотя и хорошее. Как это водится, всегда водитель, который вас привозит, коль мы как туристы сегодня гуляем, они хотят еще и получить комиссию, что якобы я привез вам туриста, подожди, там, не покупай мне билеты, я хочу показать все-таки карточки. Детский билет 500 бат. Ой, нет, это взрослый 500 бат. А, фо студент-карт. Хэф-дисконт? Скул, скул. Я вообще вижу тут только для, не вижу я, для, как бы, тайцев цен. Она кому-то звонит и спрашивает, есть ли у нас какие-то льготы. Нет? Нет. Нет, нет. Для меня тоже. Нет здесь никаких скидок, ни для кого. Как я назвала изначально это видео, еще до его съемок, гуляем так туристы, как туристы, так и получилось. А как назовешь, так и полетит? действительно достаточно редко такие места в которых ну совсем никаких скидок не детям не взрослым местным людям в конце концов у нас есть тикет 2 500 тысяч батов миллион нерве так здесь что у нас дети здесь вон гуляют динозавры прям по улице это удивительно походу это самая такая забава здесь живой динозавр конечно где еще на те живого динозавра этом давайте это какой дарин ты знаешь что такое ты что же в киндергарден ходила что это такое значит да это вот детский сад детский парк для динозавриков маленьких здесь есть дополнительные услуги во-первых три тайма когда будет проходка вот наверное это сейчас она и есть когда входят динозавры и плюс можно прогуляться совершить прогулку на самих этих и на штуках ну я так понимаю что вот здесь на них можно побегать попрыгать дети хоть и очень любят вот этих шевеляющихся всегда динозавров изучать их очень любят да дети дарин любят дети до пара суаронус ну чё как у вас впечатление пока прикольно дети любят динозавров обычно да я вспомнила днике сейчас рассказала по поводу но мы тут немножко негодуем по поводу цены все-таки и самого аттракциона нет детям всегда это заходят это динозавра безусловно почему мы должны платить за тебя победит а не коверт в анталии тоже ну в турции такая же история и тоже он они ну они видимо не дешевые сами как конструкция что животные зоопарки они тут бесплатные практически их поймал посадил а я вспомнила что в краснодаре у нас кто знает район черебушки мы жили и за домом вот этот парк солнечный остров у нас и там тоже парк динозавров который я помню тогда еще стоил 600 рублей с одного человека и ребенка в том числе уже двух лет у меня два ребенка и так как эти динозавры бы их всегда слышали в окне даже дети всегда а пойдем в парк динозавров каждый день короче да я имею ввиду не разовый поход а то что это волос это да и такое был у них период когда они сломались и закрылись и я потом всегда говорила детям что они не кричат они плачут потому что их там лечат и это лечение у нас потом не заканчивала пока мы не переехали на карантин ушли короче что делать ну там плакали все дети которые хотели динозавра мама мы не хотели каждый день гулять там до 600 рублей только экспонатов на самом деле достаточно много экспонатов и я чувствую что мы находим свои шаги сегодня еще то есть не зря потраченное время и деньги интересная штука у вас тоже такое бывает никогда не жалко прожрать я всегда ну это потому что одно из первичных человеческих этих желаний это перед которым ты не можешь устоять когда ты чувствуешь этот запах от это голодный когда ты прям вот когда тебе красиво никакого сожалению не копеечки не не во все удивительно до и я согласна я бы с удовольствием запустила сюда детей пожалуйста и пускай гуляют что одна детей нет скидки здесь все это частенько я тебе скажу какая история здесь действительно есть градация детские цены и взрослые но дети они здесь очень маленького роста понимаешь 140 сантиметров наши дети 130 140 сантиметров а здесь вообще 120 это уже взрослый билет то есть тайцы 120 наши рождаются такими я сюда смеюсь плюс-минус а тайцы это 10-летний ребенок вполне себе может быть 120 сантиметров поэтому как правило мы остаемся везде без скидок детских и туристы это замечают и местные в том числе а бесплатные дети это до 90 сантиметров обычно 90 100 сантиметров у меня ребенок вы ищу качала вот артемий был примерно я могу преувеличивать вы понимаете это год полтора ну два когда ему еще это нафиг не надо здесь есть еще и черепахи которые активно к нам приближаются вот это вот реально динозавры они жили когда были до черепахи древнейшие да да ринку недавно черепаха укусила эти друзья считаю это первое по моему место у меня будет детская в таиланде о котором будет не очень хорошо помимо всего прочего и что скидок лет 500 бат и есть развлечения такое как в бесплатном государственном парке в бангкоке значит раскопки костей это бангкоке еще и деткам выдают мало то что бесплатно всякие приспособления ведерки лопатки иди даришь к здесь надо купить кисточку за 20 бат ну ладно и вот так раз как если вы уже оказались в этом месте там где мы сейчас были то можно капанка за 80 ватт на такси очень быстро приехала кстати переместиться в наш любимый боже мой вот действительно шикарный парк по бун кафе где из каждого деревца вас будет хорошо это кайф такую жару не это просто нереальный кайф вот правда и вместо строго динозаврами там еще динозавр слушайте и тут динозавра поставили наверно у них сейчас рекламная компания какая-то динозавровая динозавров завезли знаешь сколько здесь ходит ой кролик хочет перепрыгнуть через веревочку смотрите какое шикарное место и это парк который совершенно свободный вход совершенно здесь все тайцы все гуляют азиаты как ты думаешь почему здесь нет иностранцев потому что не дают рекламу на иностранцы и не что и далеко наверное ехать иностранцам ну слушай до динопарка было всем нормально это тоже людей не было особо вот это место потрясающе для людей и причем это для местных людей потому что здесь никому это не нужно туристов не возят реклама не нужна здесь ну просто кайфовейшая красота и это кстати говоря один из побун кафе а след есть еще один который мы не перемещались он сразу за ним территория огромная идеально чистая просто не знаю хочу чтобы вы здесь побывали не хочу пиарить его чтобы так и оставалось малолюдно чистенько смотри такие уже утята дочер с которыми вы фоткались и что надо здесь надо занять сначала вон там вот очередь на то чтобы нам дали место я чувствую что сегодня мы в самый разгар тайских праздников приехали потому что все столики заняты конечно же мы кто молодцы мы молодцы а вы так не делайте нечего тут выходные делать ну вы смотри вас приедете правильно а у нас просто школах а сегодня и ближайшие три дня выходные ли на вот эти оросители это просто вот вот хочется сказать но спасибо вот спасибо вам добрые люди всем лучше в будни приезжать вот что я вам скажу как тут зелено боже как забрать собачками пускают кстати странно вот идем подходим вот к той будочки там мы берем и типа зимой они еще и пет френдли довольная мама купила детям еду по 25 килограмм а нам выдали такую кнопочку когда она зазвенит это будет означать что столик освободился а пока мы идем гулять господи как тут затуманено все ну вот пойди теперь найди этих детей как интересно как к прям аватаре но благодаря вот эта история с дымком конечно же что конечно здесь очень приятно днем находиться потому что сейчас очень душно перед дождиком а здесь хорошо мой мозг видит глазами дымом прям себе голове может делать это будет немного а вот и так тут через шура сегодня туманно самая красивая локация это вот здесь пофоткаться девчонки пошли карасей кормить нет у меня форма брызгали они могут обрызгать ты почему без корма женщина кто уж любит фотографироваться так это тайцы и фотографироваться просто не кормить все вот эти локации это для них это нам как бы ну вот это фото зона по сути рекламного характера до человек сфоткался все посмотрели увидели куда идти но они как послушный очередь мне кажется что для людей которые отпуск в Таиланд, а мы сегодня про туризм, то даже азиаты в принципе такое скопление, мы же их не видим, они очень отличаются в поведении и даже когда вы едете в Базию, азиаты сами являются достопримечательными конечно люди это отдельный вид удовольствия и плюс еще всегда же вас водят под ним и тем же туристическим локациям, где с вами даже тайцы по-русски говорят и это не так интересно и забавно как могло бы быть а уже опытные туристы выбирают и присматриваются к тем местам где видно что все местные сидят кушают местные где не увидишь много нас там хорошо ну видимо нет тут очень много столов просто людей очень подтвердила то попищала и нам выдали талончик на столик номер 21 я не знаю где он, но нам надо спросить у персонала вот персонал а вот и наш столик замечательный фотогеничный, красивый, удобный здесь очень прилично, мне очень нравится, они поддерживают частоту, ну везде и не пахнет и какими зверями, вот ты чувствуешь запах животных, я его очень, все замечательно собственно все, можно выбирать меню правда по одной, я всегда вам меню показываю, а вот в винное меню что-то руки не доходят вам наверняка интересно, сколько стоит винчика выпить вот здесь ну конечно я не показываю, потому что таким почерком я тупо не вижу вот как ты думаешь, это размеры к чего? софт драй нет, это не размеры, это какое вино, да? это сухое, софт наверное значит это бутылка все-таки да, это вина бутылками 1900, вот 1300 брют какой-то прекрасный 1250, 1850 может кто-то что-то узнает картинки маленькие Женечка слепая пока все, пока все ну думаю, что это исправимо что это, шампанское премиум роман вайн ну вот такой премиум есть по 2300 вот еще 370 короче, ну я не знаю, для вот ценителей этой кислятины здесь очень большой выбор вин можно повыбирать в общем-то ну и можно и выпить и только повыбирать почему не выпить вина да, это чисто винная карта удивительно Жень, ну что, расскажи пожалуйста где учатся твои дети у нас интернешнл скул так называемая когда я говорю, что здесь два вида международного образования это интернешнл скул и международные это, ну, звучит как масло-масляное потому что, ну, интернешнл это вроде как международный но нет интернациональная школа тайская в которой мы учимся это тайская там 70% предметов на английском языке практически вся программа Оксфордские учебнички но 30% по закону Тайланд программы на тайском языке вот, а международная школа с лицензией международной школы с выдачей сертификата такого свидетельства после школы после которого в любое ну, международное заведение в мире человека берут да, это уже международный ну, они классные в них нет совершенно тайского языка все замечательно и они бешево дорогие покопная разница в цене разница в цене примерно смотри если мы возьмем у нас такая средняя не самая дешевая, не самая дорогая школа я не буду называть ее название потому что нам самим уже там тесно я слишком часто этим грешила но это без труда вы выберете, если в гугле наберете там интернациональные школы вон, сайте, информация в общем, так я и тут сама делала 80 тысяч бат за старшего человека например, это четвертый класс он чуть-чуть дороже, чем был третий класс например, 80 тысяч бат в год что туда входит в эту структуру? трансфер, гид, да ничего не входит в эту стоимость в эту стоимость входит только вот обучение мы дополнительно оплачиваем комплект учебников в начале года 11 тысяч бат это комплект учебников, дневников, тетради ну короче, все вот эту кучу которую мы берем только домой один раз чтобы подписать и обратно они в школе живут эти все вещи форма форма тоже продается на территории школы в магазинчике таком это рубашечки и шортики я тебе могу сказать итого мы на двух детей в начале года купили потратили 2 200 там спортивная форма обычная регулярная форма и форма для скаутского дня в Таиланде есть скаутское движение которому более 100 лет это король как-то учился значит в Британии очень понравилась ему эта история и ввели очень здесь это все работает скауты все эти движения там борги, пожары ух тебе ну мы про форму да, проговорили вся эта стоимость мы подытожили еду мы отдельно это либо с собой либо это международная школа там скорее всего уходит питание ну ну давайте самая дорогая куда все хотят и куда очень многие приезжают отдают своих дедов у кого есть позволяет бюджетно это 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 международная международная это школа из Британии это миллион бат в год есть школы старт международной именно школы это я самую дорогую назвала а самая дешевая международная уже с лицензией международки это школа у нас Тарапатан она 600 бат 600 тысяч бат в год ну и как на твой взгляд этот вот статус международности этих школ как на таком отразится на жизни очень легко безусловно если ну я считаю что начальная школа особенно если дети приехали и они не знают языка это отразится только на кошельке потому что ну нужен год два-три чтобы ребенку раскачаться хотя бы тут хороший уровень языка они получают потому что они ну считают по 8 часов в день все равно окружены английским они учат, читают говорят сусиллянчиками безусловно мы думаем об этом с 7 класса здесь начальная такая школа до 7 класса с 7 класса это уже серьезная старшая школа с 7 по 12 иногда по 13 класса это у нас друзья мои мы взяли такой ананас мы его взяли на двоих потому что я знаю этот ананас знаю я его он знаете какой он сытный капец там кешью там вкусно креветочки ананасовые нотки ой поэтому нам вот сколько дали ложек я не знаю дайте мне бью так ну что мы поели и мы сделали это максимально вовремя почему потому что народ вы видите только прибывает только пребывает сидит в очереди с номерками а все потому что праздники праздники такое дело а все место классное у нас сегодня два места совсем не классное и совсем классное две грани причем мы потратили здесь не классно наелись все еще и это мы потратили получать тысячу лир у нас 1015 у нас мороженое что там короче еще плюс 250 250 а короче мы заплатили столицу тысячу за вход не говоря уже окормление мы полторы а да кстати чек у нас всего на тысячу ну вообще ну мороженое еще видите ну длине вообще отлично потому что все остальное здесь бесплатно нет там есть кофейня сюда не обитательно кушать можно проезжать можно кофе к попить как бы там есть барчик там же где кофейня можно выпить алкоголь коктейли есть комнаты караоке можно закрыть и петь в общем или с халком сфоткаться это обязательно я не могу они вот как дети это вот ты носом крутишь не буду с халком не буду с халком фотографии ну как вот это кайф такие райские местечки я не знаю как их бронировать если честно думаю что они отдельно как-то стоят но тем не менее как их бронировать не знаю как их бронировать как их бронировать Продолжение следует...